Всем привет! Это IT News, новости из мира высоких технологий. С вами Диас Аркинов. Поехали! Для Федерации спортивного программирования Казахстана я инициировал проведение этого финала у нас, и президент поддержал идею, ведь он всегда поддерживает важность интеллектуальных видов спорта. Спортивное программирование – это путь создания успешных стартапов. Яркие примеры – компании Cognition AI, Perplexity и Pico Labs, которые достигли успеха благодаря своим основателям, бывшим участникам этих Олимпиад. Эти соревнования важны для развития IT-индустрии. Они показывают, какие университеты готовят лучших специалистов, выявляют талантливых программистов и помогают бизнесу находить новые решения. Спортивное программирование открывает большие горизонты для молодых талантов в Казахстане. Верховный суд Бразилии постановил разморозить счета компании X и Starlink после уплаты штрафа в размере 3,3 миллионов долларов. Эти средства были удержаны со счетов компании в соответствии с постановлением суди Алишендри де Морайеса, вынесенным в конце августа 2024 года. Судья распорядился заблокировать социальную сеть X в Бразилии из-за отказа назначить законного представителя и блокировать некоторые аккаунты по требованию властей. Кроме того, для покрытия штрафов, наложенных на X, суд распорядился заморозить активы другой компании Илона Маска, Starlink. Маск заявил, что это решение абсолютно незаконно, однако суд определил, что обе компании принадлежат к одной экономической группе. Несмотря на уплату штрафов, X остается заблокированный в Бразилии. Изначально Starlink отказывалась блокировать доступ к X, но после угрозы санкций со стороны местного регулятора изменила свою позицию. На фоне блокировки X в Бразилии резко увеличилось количество пользователей социальной сети BlueSky, поддерживаемой основателем Twitter. За неделю после блокировки X ее пользовательская база выросла на 2 миллиона человек. Менее чем за месяц до официального анонса в США заметили закамуфлированный автомобиль Tesla, предположительно будущую модель роботакси. Машина была сфотографирована на парковке студии Warner Brothers, где планируется ее официальная презентация. Несмотря на плотную камуфляжную маскировку, которая пытается создать впечатление пикапа, можно разглядеть некоторые элементы, характерные для Tesla. Например, передние фонари похожи на другие модели компании и большие колеса, хотя они могут быть частью обмана. О новом автомобиле известно немного. Ранее источники сообщали, что на этой платформе Tesla разрабатывает свой самый доступный электромобиль, стоимость которого будет менее 30 тысяч долларов. Возможно, он будет называться Model 2. Это были все новости IT News. Всего доброго. Берегите себя. Продолжение следует...